у нас как он называется то ледяные шарики уже забыла как называется представляете ледяные на улице тепло а лед я не понимаю как это так работает как это выставляете хорошо у меня машина в этом гараже а так бы киши пропало бы стою и до сих пор не могу вспомнить слова что у нас идет помню по-русски ледяные шарики вот такая вот фальфоника а какой цвет красивый это все без фильтра венсон говорит о торнадо к нам идет ой еще не хватало торнадо сняла эту как я кормушку и для этих тоже сняла это вымыла вообще кормушку лавочку я вообще не могу поверить что у нас град ну наконец-то вспомнила град вы подумайте ледяные шарики дождались а не снег да хоть град посмотреть вот что делается соседи сегодня этот мыли бассейн сетку сетку бассейна ой ну в общем скачут шарики ледяные обалдеть я даже не знаю как так работает на улице жара идет дождь и град одновременно наверно град не зависит от того тепло или холодно что-либо так этот град долетают вообще до земли-то тепло не знаю там пожаловал в окошечка смотрит типа где вы ну 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 туда улетела мы сусаты с натуре тела это год с Нейк и разыплата инскачины энзо только пришел с работой в окошечко посмотрело тебя пустите меня привет всем я решила пойти прогуляться. Времени 3 часа дня. У меня только что был прямой эфир. И вот иду, и знаете, что мне бросается в глаза? Школьники. Вот сейчас времени 3 часа, и родители приехали за своими детьми, которых забирают из школы на машинах. А кто-то идет пешком, потому что идет рядом. И вот я просто посмотрела на форму школьников и вспомнила форму, которую мы надевали, которую мы надевали, когда мы были маленькими. Посмотрите, выглядят ли они школьниками. Они выглядят так, как будто мы, знаете, у дома, когда играли в пробки, в палки, в банки. Мы вот так вот одевались. Я ни к осуждению, ни к чему. Я просто смотрю, насколько же поменялась жизнь. Возможно, в Америке так было всегда, конечно. Моя жизнь поменялась, да? И все, что я вижу, конечно, совершенно не то, что я прожила, что мне дорого. Но, конечно, это, в принципе, не такой важный фактор для жизни, в чем ходят школьники. Я не знаю даже. Я просто хотела вот об этом сказать. Именно вот это у меня почему-то возникло в голове, когда я увидела школьников. кто-то сейчас мимо меня шел с синей челкой, кто-то какие-то парни шли с длинными волосами. Ну, не знаю даже. Это не в осуждении. Это просто все по-другому называется. Ну, а это я. Такая вот черепаха-тортила. Пошла гулять по своему привычному пути. Пути до парка и обратно до парка, там, где уточки ходят. А вот сзади меня очень много. Целый поток машин из родителей. Еду за своими любимыми чадами. Ну, что-нибудь покажу еще, если будет что. Ну, а вот за кем родители не приехали, как говорится. Целые автобусы детей выезжают. Смотрите, там вот целая очередь из автобусов. Мой парень бежит прямо среди машин. Ну, вот видите. Вот столько автобусов едет с детьми. Сейчас пройду мимо. Я обычно хожу по 14 тысяч шагов. Обычно свой путь. Я знаю, что уже вот девушка закрывает двери. Вот так. Ну, вот. Идем дальше. Все время иду мимо этого дома. Так он интересно сделан. Начиная от забора. Покрашен в далматинцев каких-то, но только не черно-белых. Вот он вот такой стоит. Рядом прям какие-то шалаши. Здесь какой-то шалаш. А тут вот такой интересный дом. И драйв выявите какой. Не знаю. Хочу сказать, что это в испанском стиле, но на самом деле нет. Не знаю, в каком стиле. Ну, наверное, в стиле. А мне так нравится. Идем дальше. Ой, ну что, дошла я до сада нашего. До парка. Видите, в парке здесь два озера. Одно и второе. В обоих фонтаны. Между этими озерами находится островок, где есть машинки, которыми вы можете позаниматься, не заходив в спортивный зал. Видите, вон парень сидит. Только что футболку он надел. Занимался. Видите? Все вот эти вот огусенькие. Да смотрите, как идут. Только и ждут, когда их накормят. Ну, чего? Ты хочешь, чтобы я тебя накормила? Ну, иди. А она видит, что у меня в руках, наверное, ничего нет. Поэтому и скажет, я это не дура. Ну, иди сюда. Зеленый клюв. Смотрите, какой клювик-то зеленый. Вообще. Даже от травы не отличить. Да что это? Много-много здесь. Ну, я вам много раз показывала уже, что здесь есть. А там вот два кресла. Сейчас покажу вам. Парень, вот видите, здесь красный отдыхает. Смотрите, здесь два кресла. на которые можно сесть и любоваться. На всех этих гагочек. Да, Кугуся? Вот. Здесь можно просто сидеть, отдыхать и балдеть. Ну, вот примерно так. Можно сидеть. Солнца сейчас нет. Такие очки сняла. Может, вот так повисеть. Не то, как этот шахтер с этими очками. Отдохну, дальше пойду. Вот что делать? Шипят. Ну, иди сюда, шипунчик. Да. Ой, шипят. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Увидели, что у меня ничего нет и отбежали. А подбежали ко мне быстро-быстро. А эти все еще надеются, скажут. Может, сейчас вытащить из кармана. Эти ушли, а мы наедимся. Нет, не ломаем. Ничего у меня нету. Идите сюда. Видите, как шипят. А, как? Шипуны. Ну? Чего? Нету ничего, да? Ой, нету ничего. Куколка моя. Нету. Обманула я вас, да? Ну, хлебом их нельзя кормить. Я не знаю, что им носить. Поэтому я их не кормлю. А смотрите, дети-то, дети-то как выросли. Это ведь детишки, которые плавали. Вон, по-моему, да. Крылышки еще маленькие. Он бежит, бежит ко мне, бежит, бежит, бежит. Иди сюда. Иди. То есть, обманули тебя, да? То есть, тетя, тетя плохая. А там стоите три. Три красавицы. Три невесты плывут. Только женихи, подплывайте к ним, выбирайте, какая лучше. Ахера узнает, кто вас лучше. Кто лучше из вас? Вы все три красивые. Да, ну иди сюда. Иди ко мне, что ли, плыви. Иди сюда, моя куколка. Для чего же ты красивая? Прям как игрушечная. Белые-белые. О-о-о. Белые-белые. Ну чего? Нету ничего тебе, да? Ой. Ой. Хорошолечки мои. Нету ничего у меня там. Ладно. Ладно, простите меня. Уж простите. Ну и ты бежишь ко мне. Ну давай. Давай, беги ко мне. Беги, 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 беги. Беги. Ну, давай. Давай, иди. Иди. Нет. Уже тебе сказали, что у меня ничего нет, да? Тебя уже не обманут. Ладно, я дальше пошла. А, вышли, вышли все трое. на траву посижу. Сяду. О. Ну, идите сюда. Куколки мои. Сижу, видите. Ну что? На вас не налюбуешься. Смотрите, вышли, вышли, и тиранят все. Крутые. Все от них убегают. Он тоже идет, перевалочку. Грудь колесом. Посмотрите, какой отъевшийся. Ну, и что ты шипишь? Ну, иди. Ну, шипунчик. Нету ничего, да? Ты бы чего с удовольствием бы съел? Ну. А хлеб нельзя им. Говорят, они от него могут умереть. Потому что он застревает. Поэтому они и так тут толстые. Уверена, что с голубы не пухнут. Поэтому, ладно. Полюбуемся, и дальше пойдем. Лучше ничего не дать, чем дать что-то плохое. Правильно? А вот так вот выглядит волча. То есть, стервятник. Стервятник. Смотрите, какие они страшные. Ищет чего-то. Чем бы ему поживиться? Ой, они такие страшные, эти стервятники, на самом деле. Сейчас он меня увидит и улетит. Крылья у них огромные. Когда они летят, кажется, что летит орел. А он ищет что-то, где-то, чего умерло. Какой-нибудь трупик. А он попить, наверное, прилетел. Но стервятники, конечно, очень полезные птицы, я вам хочу сказать. Они никого не убивают. Они едят мертвичину. Тем самым, они очищают, в принципе, землю. Ну, страшное безобразие, на самом деле. Слово такое стервятники, это страшное, да? На самом деле, ближе к ним подойду, покажу вам. У них такой крючкообразный нос. Похоже, они на ворон, потому что черные. Чего ты, миленький, ко мне идешь? Чего ты идешь? Чего ты идешь ко мне? Изючка моя. Да, стервятник. Он прям тут сейчас гулял между них. Видите, как пьет. Меня его пугать не хочу, конечно. Просто хочу показать вам поближе этого стервозника. Голова, видите, какая белая. Вот как он идет, смотрите, как он шагает. Видите, какой клюв в конце? Этого клюва они раздеребанивают мертвичину. Он как пошел. Я не знаю, боятся они его, или нет. Он сел огромный такой. Сидит. Ничего, тебе поживиться было нечем, да? Видите, какой. Они вот, на самом деле, страшные, страшные. Но полезные. Ну вот, показываю вам парк. Вот стою здесь, можно сказать, у туалетов, да? Ну а вот отсюда видно, как бы, весь парк, как он устроен. Вот видите, фонтан, вот одно, как озеро, нет, водоем, наверное, больше. Другой. И вот тут вот сцена, на которой иногда кто-то танцует, выступает. Да? ребята тут сидят. И, в общем-то, да, тут иногда устраивают какие-то концерты местные музыканты. Ну, парк симпатичный. От меня примерно две с половиной мили от дома. Ну, вот я две с половиной мили иду до этого парка и потом обратно. Получается пять миль где-то. Ну, может, четыре с половиной, но где-то так. В общем, вот. Ну, вот посмотрела точно, сколько отсюда до моего дома. Две точка три мили. Две точка три. Ну, я еще вокруг парка тут похожу. Ну, в общем-то, пять миль я нахаживаю. Но, это хорошо. Пять миль, если в километрах, то это получается восемь километров. Правильно? Нет? Пять умножить на один точка шесть. Да, восемь. Вот так. Пока.